Любопытный зритель желает знать, что же в комнате у Лёри. Чтобы рассмотреть это вблизи, я, пожалуй, расскажу вам. Ну, шкаф вы помните, если смотрели видос Тур Хома. Эту штуку я вам ещё раз покажу. Нет, я ещё до фикса не дошла, не успела, поэтому она всё ещё в том же виде. Тут у нас навесной потолок или подвесной, хрен его знает, я их путаю. Может быть, это вообще одно и то же, или это натяжной потолок. Он у нас белый и сатиновый. Тут у нас белая дверь. Ручка замененная. Кстати, это на случай, если вдруг кто-то слишком впечатлительный будет вопить, что тут что-то всё не то. Пакетик, который уже был в Туре Хоми. Как бы игрушка коту, потому что он шуршит. Сумочка, подаренная мне одной зрительницей, точнее подписчице Викой Кэ. Линолеум. Плинтуса под цвет линолеума, если не знаешь, что они есть, то и не увидишь. Обойки. Включалка света. Темно. Пять ламп. Люстер дарила моя тётя на новоселье. Картину, которую уже видели те, кто смотрел Тур Хом. Покупала я её в каком-то своём путешествии. Возможно, когда ездила в 2014 году на теплоход Ксманов Гагарин. Это габеренчик. Рамочка там я когда-то покупала под свои рисунки. В общем, тут обезьянка, которую я заказывала на Light in the Box. Но так как она пришла немножко рваненькая и слегка внутри порисованная ручкой, я решила, ну, написала этим самым товарищам. И они вместо того, чтобы вернуть мне монетку, послали мне ещё одну обезьянку в итоге. За 900 рублей две обезьянки вышли. Вообще, моя однокласска меня уговаривала. Ну, одна из тех, которые вот у меня, вот уже бывшая подруга тут случилась одна. Которая легче согласиться, чем отказаться. Обезьянка ещё одна. Как-то она орёт. А нет, она не орёт. Вот здесь у нас стул из прежней квартиры и на нём панамка. Мне её подарила моя подружка Маша, которая сегодня была на новоселье. Завтра тоже ещё одну новоселье для других людей. Друзей, она из хлопка, точнее лёна. Тут у меня Карина в 2,5 литра, в 5-литровой бутылке из-под воды. И в банке мазь на основе одуванчика в год с лишним ей уже. Тут у нас тумбочка из прошлой квартиры. Я её там покупала. Кстати, мы с Машей её тогда покупала я, но она мне помогала её выбирать. И потом увезли до дома. Хотя поднимал на 4 этаж мой сосед. Ящики я вам выдвигать не буду. Потому что мало ли чего там у меня такое. Хотя могу выдвинуть один. Тут всякое техническое. Не очень барахло. Мышка от нетбука. Потик плёночный, который я думаю потом снова попробовать продать. Рублей за 300 на Авито. Перчатки, велоперчатки, которые я выбирала год уже с лишним назад. В спор мастере в Ярике покупала. Тут рамочка из прошлой квартиры, которую мне кто-то дарил из друзей. Вот это моя маман. Это тоже уже бывшая начальница. Обе уже не в этой жизни. И женщина Юля, которая тоже, как бы она живая, всё с ней хорошо. Она работала вот. Это кусочек детской библиотеки. Где сейчас находится кафе. В котором я из принципа не была. А это я в 98-м году вместе со своей маман. Тут у меня фиговина такая в прошлой квартире ещё покупала. Типа ночничок. Вообще надо бы его ночью в коридор сувать. То иногда выйдешь темно, как у негра в одном месте. Это шкаф. Вот здесь у меня мой как бы уголок. Сейчас я поближе всё покажу. Да, вон там кот на кровати спит. Это кровать. И в ней ящички выдвижные. И в одном ящичке у меня всё такое в основе с рисунками. Смяло на несколько картинок с прошлой ещё квартиры. Плет, кстати, я выбирала. Моя тётя его обшивала. Он как раз вот, ну не то чтобы подсвет, но я считаю, что он гармонирует с обоими. Здесь у нас кошачья переноска. Это шапочка, которую мне дали, чтобы я забрала котёночка двухмесячного. Оказалось, котёночек не двухмесячный, а три с половиной месячный. Это переноска. Там провод от интернета и провод от удлинителя, который находится вот здесь. Очень удобно. Тут провод от телефона 100, билайновский, брендовый. Обычно такой маленький кирпичиком. Я его юзаю как будильник. Хотя, возможно, на ведроиде шестом, который сейчас у меня смартфончик, нормальный этот будильничек. Я ещё его не пробовала, никак-то не тестила. И там три дырочки такие. Вообще, эта полочка изначально была делана с дедушкой. Ещё в той квартире она висела. И я её раньше юзала под аквариум, потом уже под косметику и под что только не юзала. Сейчас она очень удачно так вот вписалась, я считаю. Очень удобно сюда положить очки, телефон или что-нибудь ещё мелкое. А тут у нас вот лампочка. Да будет свет, сказал монтёр. И что-то где-то там протёр. Это у нас трекоза. Пришла в подарок с Light in the Box когда-то. Магнитик. Это я рисовала когда-то батик. То бишь моё рукотворчество. Это вот как раз вопрос за тех, кто говорил, что лучше бы сюда поставить тумбочку. Но мне очень удобно вот эта полочка. Тут второй ящичек. Вообще, мечта идиота была. Пять лет подряд ещё в той квартире хотела кровать себе с ящичками. Тут у меня всякие, как я уже говорила в каком-то стриме, тут подушки, одеялки, покрывалки. Если вдруг кто ко мне в гости приедет, то мне есть из чего сварганить футончик. Тут у меня обезьянка. Ой, да, и с котом. Обезьянку мне дарила моя подружка Машка на мои 30 лет. Ещё узнавала, что я хочу, что-нибудь непонятное или обезьянку. Розетка, в которой вот тут удлинитель. И полочка, которая у меня была в прошлой квартире в моей комнате, делал дедушка её. Сейчас у нас тут ракушка, которая в своё время каким-то лаком и краской, флоресцентой покрасила мышки из Мышкина. Она привезла кому-то в сувенир, но что-то так и не случилось человеку забрать. Или кому я там привезла обезьянки. Вышивка, которую мне на день рождения дарила моя подруга детство. Мы с ней уже 100 лет не общаемся, хотя она в этом же районе, оказывается, живёт. Вот сундучок из слоновой кости, который я покупала ещё при маме. Коробочка, привезённая из городца. Одна девочка мне просила её сувениры, ну, в смысле, типа на память сувенир подарить. Но почему-то в итоге не забрала. Ручная работа, если верить легенде. Ещё одна обезьянка. Вот эту шкатулочку мне подарила мамина подруга, которую я завтра жду в гости. Это я покупала, когда у меня был диплом в Тутаеве. Я гуляла в день диплома. В общем, почти вся наша группа пошла пить в ресторан. И нас четверо поехало гулять по Тутаеву. Сундучок тут со всяким добром. Тут ещё один сундучок. Музыкальная шкатулка. Мне, по-моему, на девятом классе её дарила мамина подруга. Тут обезьянка, которую... Замочек я покупала в Рыбинске на каком-то лицлёте, когда была. Это ракушка. Я не знаю, подписана она меня сейчас или нет. В общем, есть такой блогер. Натали. Наталия из Чар, кажется. Не знаю, как правильно у неё. Но у них прочитается. В общем, блогер из Германии Наталия. Она снимает видео, в основном, по-моему, о духах. Иногда поёт в своих видео. Короче, очень интересная такая женщина. Присылала она мне посылку года два или три назад уже. Тут он маленький подсвечник с птичкой. Тут маленькая корзиночка. Вот это мне, в общем, скажем так, досталось от не совсем родственников, но тоже в дизайн пошло. Что-то мне она понравилась, мне её подарили. Тут у меня рубли с Лениным под обезьянкой. Этот кувшинчик мне Маша привезла из Пскова. Это из прошлой квартиры ещё вот эту коробочку. Деревянную моя тётя привезла из какого-то своего путешествия. Это я привезла из Казани. Это у нас Кул Шариф. Это из прошлой квартиры. Эту черепашка Наташка до сих пор помню. Мы, кажется, в Костроме с Машей покупали. Так, вот тут ещё обезьянка. Вот эту обезьянку с обезьянкой, типа мама с обезьянкой, мне подарила наша местная музыкантша, гитаристка или типа того, или певица гитарная. Борисовна Юля, фамилию не помню, но вот что у неё, наверное, Борисовна. Короче, Юлия её звать. Мышка, я вот не знаю, это моего детства мышка или это мышка с маминого ещё детства. Ну, сколько я себя помню, она у меня есть. Это Кэнди и Терри, кто из них, кто не помню. Эту обезьянку мне моя тётя привезла, когда я ухаживала за бабушкой два года назад. Эту тоже обезьянку, кстати, она привезла, но давно. Эту мышку вообще-то камушек из Греции. Мне прислала в одном письме, точнее в посылке, моя подружка Ксюшка, с которой вообще она из Углича, но сейчас живёт в Москве, с которой мы давно... Мы с ней вообще познакомились, когда я работала в библиотеке в 2005 году. Она расписала её краской. И это вот мышка. Она раньше у меня была на компьютерном столе. И ещё один дракончик. Вообще-то, по-моему, у нас раньше делали, в смысле, дракончик вот здесь, но это вот вазочка такая, такие вазочки. Вот это, это и вот, и, наверное, это тоже. Делали у нас на зоне, где работала в своё время, показывала кино, бабушкина младшая сестра. Это обезьянка, которую я купила на Light in the Box. Она до сих пор ещё работает. На, типа, сушит ногти. Это фотка меня с кошкой черниной. Кошки уже нема. Кошку по пьянии наш дед деревенский застрелил. Он периодически то одну подстреливал, то другую, то соседскую кошку, то нашего кота. Ну, мало ли, у всех свои, как бы, так сказать, закидоны. Тут у нас, ну, этот коврик, тишь переместился. Пианино с обезьянками, табуреточка под пианино. Коврик на табуреточку, который вязала моя ещё бабушка. В общем, сейчас обезьян чисто бегло вот так покажу. Эту обезьяну мне подарила подписчица Ира, которая приезжала ко мне в прошлом году. Вообще, она зрительница. Первая верующая в Лёльку, приехавшая к Лёльке. В ней были конфетки. Этого котёнка я покупала в Эйвен за 200 рублей. До сих пор помню. Тогда что-то для меня-то были какие-то супер большие деньги. Я в Кульке, наверное, училась. А может, вообще ещё в школе. В школу заканчивала. И, короче, мне очень его хотелось, а я его в итоге купила себе. Эта обезьянка я её покупала на почте. Эту обезьянку мне дарила моя тогдашняя подруга Анька. Она там что-то говорит. Этого леопардика сшила моя мама ещё. Эту обезьянку, её звать Грек Олег, назвали в честь чувака, который преподавал у нас греческий в Педе. Подарила Полинка, дочка маминой коллеги. Эту обезьянку тоже, наверное, кто не дарил, не помню. Ещё обезьянка. Она, по-моему, говорит. Ещё обезьянка, мышка, которую мне мама дарила. Кажется, это мышка Луша или типа того. Обезьянка, которую мне подарили. Кажется, её звать Андрюшка в честь сына умершего, маминых друзей и коллеги маминой. В общем, они мне её подарили. По-моему, при маме ещё. Это обезьянка, которую, кажется, я купила... Ну, не я купила, а мама мне её купила в Питере. Когда мы были в 96-м году, я увидела обезьянку, сказала, ой, мне хочется обезьянку. А мама говорит, ты что, её хочешь коллекционировать? Так радостно. А я думала, что коллекционировать что-то это очень плохо. Я говорю, нет, нет, ты что, не хочу. Она говорит, нет, это типа круто коллекционировать. И купила мне обезьянку. Это, кажется, Мурзик. Мурзик в интернетском, тифорецниковском сленге обозначает фейховый аккаунт, если что. О, это обезьянка, которую мой племянник шил в садике, кажется. Мне её отдали, потому что, типа, я их коллекционирую. Это собачка, которую мне кто-то когда-то дарил. Тут вон какие-то приправы или чай, я уж не помню. Ну, вообще, тут под обезьянками немножко чая спрятано. Обезьянка, которую замучил мой племянник, когда был маленький. Эта обезьянка крутила руками и ногами. Чё-то говорила. Но уже она ничего не говорит. Короче, это ещё обезьянка. Это обезьянка-резиночка. Обезьянку, которую мне подарила дочка маминой подруги. В общем, друзья, которые приедут завтра. Это обезьянка Анфиса. Помню, кажется, я её сама покупала. Ещё какая-то обезьянка покупала как-то в магните, наверное, на год обезьяны. Это я сшила с мамой, кажется, эту собачку. Эту мне дарила, кажется, Полинка. Или, может быть, ещё кто-то. Ну, кто-то, потому что мне Полинка дарила что-то подобное. Ёжик, которого я покупала. Мне что-то очень хотелось в своё время ёжика. Лет, наверное, 17 мне было. Обезьянка, вообще, это моей сестры. Но так как я их коллекционировала, то мне её как бы дарили в коллекцию. Ещё обезьянка её маман дарила. Этих я покупала, вот таких обезьянок, по-моему, лет в 16-15. Нет, я её, наверное, покупала, в общем, короче, в 15, наверное, там какая-то такая, несколько таких похожих обезьянок. Мне маман ещё дарила их. Вот эту тоже мне не помню. Может быть, Полинка дарила. Эту змею мне подарила Маша. Я змея ползучая, кусачая, грыгучая. На год змеи, на Новый год, короче, у Маши тоже есть такой своеобразный юмор. Обезьянка. Обезьянка. Тут, наверное, чай. Обезьянка. Обезьянка имени Керка Хэммета. Потому что нам тогда казалось с девчонками, что очень эта обезьянка похожа на него. Две розетки. В одной из них периодически я заряжаю телефон или что-нибудь ещё. Штатив. Тумбочка с чаем. Обезьянок поверху у пианино не показала. Тумбочка с чаем и травами. Всё ещё так же. Правда, изначально низ предназначен был под бумагу, а верх под чай. Ну, однажды я часть чая, траву делаю и туда уберу бумаги. В общем, вот этот вот градусник. Да, сейчас я покажу этих обезьян. Я в шестом классе, или, не, наверное, это в пятом классе, я тут сфоткала эту физиономию меня личиком. И поставила на заставку телеграмма, которая благодаря нашему ипонисту Хаджи я сегодня заимела. Тут книжка, по которой я учу человека заниматься на пианино. Тут обезьянки, собачки. Одного чёрта только нет. Чёрт есть, покажу, он в другом месте. Это мои ноты рукописные. И не очень. Так, сейчас мы покажем вам, что я тут хотела показать. Это подушечка какой-то там символ под Новый год, или типа того, китайцы где-то у себя вешают. Это у меня из Китая, привёз, прислал. Зритель Влад и подписчик, не знаю, подписан он всё ещё на меня или нет. Это обезьянка Глебушек. Очень потому, что, мне кажется, она похожа на Глебушку. Вот она это, дёргается так. Это обезьянка Джордж, Майкл, Харрисон, Джексон, чего-то там. Мама мне дарила. Это я привезла из Финляндии, когда в 2014 году, в дайбре, туда ездила. Вот, как раз, Финляндия. Хотела кому-нибудь задарить, но что-то так оно и не задарилось. В общем, тут подоконник. Прессованная мята перечная сохнет. Филейка из прошлой квартиры. Ещё в времён молодости, наверное, моей бабушки. Ну, удобная лейка. Зеркало, которое делала, вот я там отражаюсь, мой дедушка. Для моей маман. Ну, оно что-то лежало, лежало, лежало долго. И когда вещи перебирали и собирали, в общем, в итоге я его взяла в эту квартиру. Тут цветы отражаются, которые, точнее, через стекло видятся с балкона. Это мои первые тапочки, которые шил дедушка мне. Хотела кому-нибудь тоже... Моя тётя хотела их выкинуть, я хотела их кому-нибудь задарить, но в итоге вот они так лежат. Кто хочет сувенирные тапочки, Лёли, ставки принимаются до бесконечности. Тут удлинитель юзбишный. Тряпочка для протирания пыли. Вот эту штуковину ещё... В общем, шила моя мама там в основе пластиковая, точнее, это алюминиевая вот эта баночка типа Пепси. Точно такая же была ещё у моей старшей сестры и младшей сестры, в смысле, два юродных. Может быть, и троюродных шила, не знаю. Тут, значит, батарея, занавеска. Сейчас мы отсюда вылезем. Тут стул с анораком. Вообще, в своё время мама начинала шить, но дошивала её другая подруга Лена. Я его использую, этот анорак. И как вытереть ручки, и как вытереть кисточку, когда рисую. Давно не рисовала. И как покрыться, если вдруг мне холодно. И стираю периодически. Тут вот мне подарила это много-много раз связанное. Тут можно, как бы не было сказано, на четыре стороны аж сделать. Покрывашка на стул. Тётя Валя, моя великовозрастная подруга. Тут у нас, как я и обещала, покажу медиклава и коробочка из-под штатива. Здесь у нас ещё остатки алоэ от Холики-Холики, который Влад задарил. Мой самопальный спрей освежающий. Тоник, который я рекламила тут в обзоре. Эльфа косметик украинской. Украинская, короче, косметика эльфа, который мне Алена с Украины прислала. Тут у меня масло для волос, которое с первой посылки, что Алена мне прислала. Да, очень экономичное. Я, правда, иногда про него забываю. Тут перекись водорода, который я капаю в ушки свои промываю. Тут бывшая прихваточка, но в своё время бабушка случайно прижгла вот этот хвостик у неё. Но она у меня подставка под локти, потому что однажды у меня был бурсит, когда я училась, наверное, на третьем курсе в педе. И бурсит был частично на обоих руках. На левой был больше, на правой чуть-чуть. Тут у меня книжка, которую мне давно ещё подарила Ксюха, по-моему. Adobe Photoshop. Я его в своё время хотела изучить, потом забила, потом думала снова почитать. Но сегодня добрый наш японист, мой, скажем так, коллега по нашей рейндропс и по нашей маленькой, типа как бы команда в команде, да, Манго Тим, полтора часа практически по скайпу объяснял на примерах пользования фотошопом. Тут тетрадочки, это вообще рукописные словари имени Лёли, с японскими словами, кот что-то хочет. Это Canon Scanner, зеркало. Опять же, советское, но очень хорошее. Колонки, Sven, наверное. Вон тут этот мониторчик. Да, это Вепка, которую мне подарил подписчик, который возжелал остаться анонимным, безымянным, скажем так. Ars.co.fm, куда мне периодически пишут какие-то странные личности, задавая иногда по пять вопросов в одном месте сразу. Точилка, коробочек из Плёса, когда я там первый раз, наверное, была в 2011 году с подружкой Машей. Так, часики ОМАКС, уже когда-то были позолочены. Серебряный браслет, который мне на 30 лет подарили мои родственники, он в очередной раз сломался. Но я что-то с ним никак не дойду. Да, беру из-за чего подчинить. Открытка из Японии, которую мне вот Алена прислала с Украины, которая Алена во второй посылке. Ключи от квартиры, где Лёля сейчас стоит и живёт. Телефон, тут вот мне в последней посылке от Лёльки была тут такая фигня. Я, по-моему, её так ещё и не активировала. У меня что-то всё пыталось-пыталось, руки не дошли. То положу куда-то, то забуду. Резиночка, которую мне подарила Таня Китаева. Ключ от сада. Штрих, хороший штрих, но вот он так вот закроется, что потом фиг откроешь. Второй я так что-то не смогла открыть после первого закрывания. Тут у нас вот Мишка, вообще он у нас в той квартире стоял, как этот памятник народу. Ну, мне моя тётя посоветовала, говорит, хочешь, ну, типа, больше его брать, как подружки карандашей. Я подумала, он же действительно подружки карандашей. Это Манекинека, которую мне в первой своей посылке прислала из Японии, кстати, в Японии купленная. Алена, которая с Украины. Вот открытка её как раз. Это вот Мишка, это вот как раз, да, это Свеновские колонки. Это Ифрашевские часы. Так, чего тут у нас ещё? Кайты. Зефир, который я ещё не пробовала. Тут у меня, что я заказала, пиццу на завтра. Ватный диск, кармашек. Вообще, на самом деле, это кармашек, тётя Валя вязала. Но я его сейчас использую, потому что в той квартире он у меня висел на стене. Сейчас я его использую как подушечку под локоть. Бумажные платочки. Провода, скорее всего, от камеры, в смысле от этой. Ифрашевская косметичка с лаками, губными помадами, блесками и прочим. Бумажные листочки. Чашка со смолой пуэра. Коврик из Китая, шёлковый. По-моему, да, шёлковый. Который задарил мне Влад в первой посылке. Это мышка, которую мне родня задарила. Там мелкие всякие блокнотики. Калькулятор доисторический. Маленький такой этот. У меня его бабушка одна из родственников дарила, короче. Тут ручки. Бальзам. Гультиническая помада. Опять же, от Алены. Fresh Juice. Juice. Вот здесь белая клавиатура. Отличная клавиатура из DNS. DNS-овской фирмы. Сборки. Dexp. В общем, отличная плава, очень удобная. Тут у нас роутер. Всякие распечатки какие-то. Тетрадки. Провода же, опять же. Мой системник, который я два года назад покупала. Не помню, что-то дофига за сколько. Там два внешних диска. Оба Адата. Один на 500 гигабайт. Другой на... Что-то фокусировка потерялась на этот... Короче, на тысячу. Провода всякие. Вот это вот фигня. Вот фокусировка вернулась. Та-да! Слабонервных просьба отойти от экрана. Полочка косметики. Полочка духов. Полочка не только косметики. Ну, так, всякого масел, там эфирных, всякого такого. Там немножко бумажек. Коробочка от Фотика. Документы на ветерок, который сушилка. Маска от Эйвен, которая что-то при нее совсем забыла. У нее через полгода срок пройдет. Годности уже. Это надо хоть поюзать ее. Это мне в одной из первых поменяшек присылала Настя Зарезкая, когда еще страдала поменяшками. Крем для рук белорусский, который мне подарила Лена Минск-Москва. У нее такая огромная посылка была. Там еще духи были такие, которые мне очень нравились. Я ее очень удивилась. От удивления вскрикнула, когда она мне их подарила, что там оказались они. В общем, это я покупала еще, когда была в Эйвен. Хотела когда-нибудь кому-нибудь подарить. Но в итоге что-то мне очень понравилось по запаху. Я его юзаю сама. Фериодически тут забыла. Вспомнила, что у него срок в декабре заканчивается. Надо бы его допользовать. Тут под салфеточкой, да, это вот стенка. Под салфеточкой у нас салфеточку бабушка вышивала. Набор чайный. В каком-то АСМРе, как-то он был у меня. Тут у нас обезьяны. Еще и слоник. В общем, так вот. Вот так я даже просто покажу уже. Каприт надоело. Досочка от аромопалочек. Сейчас попробую повыше встать. Белая коробочка. Это этот звоночек у меня. Курочка Советского Союза. Правда, замочка. Может быть, есть где-нибудь этот заводчик ее. Обезьянка, на которую много раз эта лампа садилась. Моя бабушка ее ремонтировали. Бабушка ей даже пользовалась. Ну, как-то вот она. Да, вот чертик. Одного черта только нет. Черт как раз здесь. Вот он. Вот он чертик. Картинка, которую я на батике сама рисовала. Мои эльфы. Обезьянки, которых я из Карелии привезла. Это этот шунгит. Это из Плеса привезла. Когда второй раз там была эта лошадь Советского Союза. Это индульгенция, которую мне выдали в Раквере. О том, что все мои грехи на ближайший непонятный срок исчезают. Это тоже шунгит из Карелии, с первого приезда. В 2008 покупала эту лампу. До сих пор она жива. Как раз тогда же купила первую вебку. Так. Вот это книжки, значит. Что ж тут придется виду смонтировать, что, наверное, не хватит. Длинный какой-то рум-тур. Тьфу, рум-хом. Да, рум-тур получается. Вот тут мой ноут теперешний. Календарь самопальный 2015 года нарисованный. Обезьянки. Вон там вот белый это нетбук. Асус потом в красной коробочке планшет. Коробочка из-под этого телефона. Свечки. Мыльная основа. Тут я еще ее не до разобрала. Коробка. С той квартиры. Тут пусто теперь. Раньше там был другой, но этот был смарт-бук. Тут тоже всякие ноты. Рисунки бабушки с дедушкой. Словарь французский. Что-то еще. Обезьянки. За обезьянками тоже какие-то там книжки. Надо их когда-нибудь разобрать. Может там мне книжки хз. Я уж не помню. А, там фотоальбомы, оказывается. С этими фотками. Типа черно-белыми. И не только. Ну, в смысле с пленочных фотиков. Это мой, в общем, досочка, на которой я рисую. Тут у нас, кстати, вот в этой фигне сейчас всякие там гости. Ну, так если вдруг что придется присобачить. Замок, который делала Ямаман. Отдельно вроде есть какой-то обзор. Иголки всякие. Стопки деревянные, стеклянные фигурки. Бокалы. Маша сказала, что это под шампанское бокалы. Тут обезьянки. И какая-то требуха мелкая. Я, может быть, их... Наверное, их обозревала когда-то еще в той квартире. Мышка из Мышкина, привезенная кому-то в сувениры. Но человек в итоге отказался. Могу кому-нибудь задарить. Ящик с мелкой бытовухой. Так, и тут у нас... Опять же, мои чайные принадлежности. Доисторическая антикварная вазочка. Слушайте, вписываюсь время-то. И, в общем, вот такой у меня, мне кажется, все вроде показала. Тубареточка дедушкина, на которую я вставала, чтобы вам что-то там показать. Короче, вот. Я надеюсь, вы все рассмотрели. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok